Алексей Краснов относился к тому поколению художников-фронтовиков, на чью долю выпало немало тяжелых испытаний. Он одинаково профессионально работал в разных жанрах, считался мастером исторической картины, певцом тамбовского пейзажа, а также прекрасным портретистом. Художественно-документальный материал Алексея Краснова не исчерпаем. В картинной галереи хранятся 26 его полотен, которые уникальны и по манере написания, и по сюжетному наполнению, и по вдумчивому подходу к композиционному размещению. Этот проект и начинается он на тему художник и его современники. То есть увлекающаяся личность, он увлекался всем, он не пропускал ни одних скачек на Тамбовском ипподроме. Здесь картина жанровая, вроде бы это портрет, и в то же время это большая жанровая картина. Там мы видим элементы скачек, там в глубине дальше прям идет сам ипподром, там есть группа людей, которые, вероятно, пришли посмотреть. И сколько бы мы ни рассматривали, здесь каждый кусочек очень интересен, пейзаж, вплоть до натюрмортов на этой картине. Каждое полотно – это героическая летопись событий тех лет. Она многообразна и многогранна. 25 лет назад в стенах картинной галереи состоялась его последняя персональная выставка. Тогда, втайне от Алексея Краснова, организаторы собирали картины из всех музеев и частных коллекций. И это были далеко не все сюрпризы. Когда он пришел на открытие выставки, а мы втайне от него в Москве, в какой-то такой обыкновенной типографии, тогда все это было сложно, напечатали к его 75-летию вот такой альбом. Он был очень счастлив, очень рад, но это была дань уважения, глубочайшей любви и глубочайшего уважения к этому художнику. Для выставочного проекта «Алексей Краснов – художник и время» запланирована образовательная программа в три раздела. Каждую неделю в выставочном зале будут экспонироваться произведения по различным жанрам и темам. У зрителей появится возможность увидеть известные работы живописца по-новому. Такие полотна в выставочных залах обретают вторую жизнь. Это своего рода завещание живущим сегодня. Елена Хромова, Николай Иванов, Ольга Кириллова, Область новостей.